Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Инна Судакова, который заблокировали на неделю. И я и не знала, что его заблокировали. Я заглянула к ней на канал на днях, по-моему, вчера заглядывала, или позавчера, в общем, не помню, тогда, когда она выпустила видос вот этот вот, да, с политическим ароматом. Я ещё посмотрела, думаю, нет, не буду я там ничего смотреть, не буду я делать обзор на неё, выходной сделаю себе, и не стала я ничего там смотреть, я ещё удивилась, думаю, что-то она откуда-то, походу, то ли спёрла видеоролик, то ли где она его взяла, то ли она просто обсуждала, я даже не смотрела его, я его даже не открыла. Но дальше у неё выходили ещё видеоролики, несколько видосов ещё у неё вышло, но я тоже не смотрела, думаю, оставлю, посмотрю попозже, вот сегодня вечерком, и, может быть, завтра выпущу обзор. И тут у меня в комментариях пишут, что Инку Судакову пора спасать. Канал на неделю заблокировали. Я думаю, ну не может быть, вроде бы как бы и свежие видосы есть после этого с политическим ароматом. Смотрю точно, Судакова сидит на стриме на своём втором канале, который забросила и не вела, и точно она сидит стримит. Я так, немножко слегонца, на минуточку, короткими перебежками кое-где послушала, посмотрела, что там в чате пишут. Ну, как всегда, или заблюдные комменты хватает, и хомяков у Судаковой, по крайней мере, предостаточно, в отличие от пиратки. Есть, которые там ей и деньги шлют, и хвалят, и в любви признаются. Но есть, конечно же, и те, которых она собаками обзывает, посылает. Ну, как обычно, у Судаковой это как обычно. Конечно, по ней заметно, что она злющая-злющая, что настроения у неё нет. Но она пытается выдавить из себя это настроение. Впрочем, как всегда, Судакова постоянно выдавливает из себя этот истерический смех, пытаясь показать, что у неё всё шикарно, у неё всё хорошо, что она самая счастливая и самая богатая. А сейчас ей, вот, придётся, ребят, сидеть, стремить до Москвы, пока она уедет четвёртого, она вроде как улетает. И вот придётся, да, с протянутой рукой нашей успешной леди, чтобы было на нищенское существование в Турции, не только в Турции. Ну, на Москву она уже там себе нагребла деньжат от хомяков. Там со всех сторон готовы ей подкидывать, да, денежки, чтобы только Судакова в Москву припёрлась. Звезда такая, да, Турции и России. Вообще-то не Турции и России, а звезда, фриковая звезда Ютуба. Так больше, наверное, подходит. Ну и, значит, там Воронов в чате сидит, раздаёт указания, кого там заблокировать, кого не заблокировать, кто там кем прикрывается. Это смешно читать, когда он в чате сидит, да, и знает, кто за кем там скрывается, за каким аккаунтом. Ну, а Инка, чтобы все думали, что она совсем не переживает и совсем не расстроилась, что так случилось, пытается нам опять же всем навязать этого тортика, что вот она такая счастливая, и сегодня она будет ночевать у него, и всё, теперь она уже будет с ним, и скучать она не будет, и тортик, тортик, тортик. Короче, ребят, вот пытается она этим тортиком теперь замылить глаза всем, чтобы никто, никто не вспоминал, не плясал и не радовался, что у неё заблочили канал. Мне, допустим, вот по барабану, что там у неё заблочили? Единственное, что мне не по барабану, это её чёрный рот, которым она несёт неведомо что, посылает всех, оскорбляет всех, смерти желает, с ножичком этим снимает видосы. Кстати, мне писали, что этот видеоролик якобы у неё заблокировали. Ничего его и не заблокировали. Я его вижу, этот видеоролик есть. Может быть, его как-то ограничили и не показывают в каких-то странах. Вот и в это я поверю, что, может быть, ограничения какие-то для этого видоса есть. Но я, допустим, его у себя в Беларуси и вижу. То есть для нас получается, что ограничений для белорусов нет. Смотрите на Судакову, как она там ножичком собирается резать горло хейтерам. Ну, уже не привыкать, да, к таким видосам. Единственное, я всегда говорю, что как Ютуб пропускает такое. Ну, и дальше Судакова там рассказывала про рекламу, да, типа, что на интеграцию ей Депари и отбеливатель, значит, там предложили. Слушайте, уже этот отбеливатель по тысячу раз все блогеры поговорили и забыли. Уже этот отбеливатель просто везде, кругом. А Судакова всё никак с этим отбеливателем не разберётся. Ну, это она опять же, видимо, хотела похвалиться, что всё-таки ей рекламу предлагают, да. Ну, и остаётся теперь ей вот эти вот монетки, копейки за такую вот рекламу брать, потому что сейчас неделю дохода у неё не будет. Придётся стримить. И вот она таким образом, я думаю, что она просто замыливает глаза людям, чтобы опять же себя показать успешной и богатой. Рассказывает, значит, что ей уже и предоплаты повносили за этот кислородный отбеливатель, и за Депари тоже. А тут, получается, у неё заблокировали канал. Ну, она всё быстренько порешала. Ребята, я не думаю, что там большие деньги за рекламу платят именно этого кислородного отбеливателя и Депари. Всё зависит от просмотров. Не от подписчиков, а от просмотров. И какие просмотры, такую и стоимость предлагают. Поэтому какие там деньги, ребят? Халявные духи и халявный порошок. Ну, и пару копеек, конечно же, ей кинут. Это не то, что там у Уралочки у неё просмотры больше ста тысяч. То там, да, я согласна, что ей деньги нормальные предлагают за рекламу, поэтому она всё отмывается и отмывается. А у Судаковой какие там просмотры? Донаты там ей переводили, да, и она там благодарила, и донаты там, по-моему, даже на карту летели деньги. Ну, вот она теперь будет и тусить в прямых эфирах. Ну, может быть, на этот канал где-то что-то и снимать будет. Выгодно ей, невыгодно на этот канал снимать. Ну, вот когда я к ней забегала несколько раз, да, с промежутками по времени, то на канале где-то было 230-240 человек, то есть на стриме, не очень-то и богато. Ну, а что, теперь у неё вариантов нет. У неё теперь вариантов нет. Только и остаётся тусоваться на втором канале. Хорошо, что хоть второй канал у неё и есть. Так бы, что она делала? Рвала бы космы у себя на голове. Но пытается пыжиться, тужиться, ёжиться и не показывать то, что она стрессует, то, что она прям вся на нервах. Но видно, по ней всё равно видно. Хотя по ней всегда видно, ребят. Она постоянно на нервах. Она постоянно кукожит из себя прям счастливую и давит этот смех, да. А тут ещё, блин, доход она теряет. Ну, ничего, на стримах с протянутой рукой насобирает. И за неделю там и не почувствует. Ну, правда, понимаете, это всё-таки перед Новым годом. Ну, у Инки полно халявы, так что она с голодухи не помрёт. И колбаса есть, и бухло. Кстати, ребят, что там за видеоролик был? Что она там рассказывала или она стырила у кого-то этот видеоролик, который заблокировали? Если честно, даже его не открывала. Я даже понятия не имею, о чём он и чего его заблочили и канал на неделю. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. А оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И буду я заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok